Итак, то, на чем надо сконцентрироваться в бизнесе, то, что мы будем с вами обсуждать сегодня. А это такая штука. BPNSS. BPNSS. Что это такое, я вам пока не скажу, я вам скажу в конце. Срочку, это вот, это пять букв. BPNSS. Я вам не скажу, что это такое. Я вам об этом скажу в конце. Если я вдруг забуду, вы мне напомните. И у вас будет секретный ингредиент, секретный ингредиент по услугам. Но для начала скажите мне, пожалуйста, кто из вас первый раз на таком событии? Половина зала. Да. И вот, знаете, я когда, я достаточно много изучаю информации по этому бизнесу, но начну немножко, коротко про себя расскажу. Уже больше семи лет я занимаюсь этим бизнесом. На данный момент я занимаюсь им профессионально, но когда я только начинал, у меня было очень много энергии. Вот мне когда сказали про сетевой маркетинг, у меня глаза были два-пять копеек. Я такой бегал, думал, сейчас я всем расскажу. Пройдет буквально два-три месяца, ну четыре максимум. Должны к этому времени закончиться люди на земле. Сейчас все будут естественно в моей команде, поэтому меня это не сильно огорчало. Но жизнь внесла свои коррективы, через четыре месяца люди на земле не закончились. И в моей команде почти не было партнеров и клиентов, почти ни одного. За исключением этого дела шли хорошо. Ох, ты же ежик. Итак, соответственно, через два года после того, как я начал заниматься этим бизнесом, я зарабатывал 200 баксов в месяц. С учетом того, что я в том времени уже принял смелое решение и уволился с работы. Ощущения, как вы понимаете, были ниже третьего. Я, собственно, не жил в маленьком городе Черноголовка, я жил в маленьком городе Москва. И жить на 200 баксов в маленьком городе Москва достаточно непросто. Счастью, потом дела начали зарабатывать, достаточно неплохие в этом бизнесе. И вот когда на рынок к России пришла компания LR, я уже был готов к тому, чтобы этот шанс использовать. Вот у кого из вас какой-то опыт бизнеса был до LR? Очень много людей таких, да? Ну вот, если вы сейчас этот шанс распознаете, то, что у вас есть на руках, у вас могут очень интересные вещи в жизни начать происходить. Что происходило у меня? Когда мы уже начали этот бизнес, в первый месяц мы заработали, там, провели 7000 рублей с лишним. Через полгода у нас доход уже больше 200 тысяч рублей, через год более 300. Сейчас, ну, где-то в районе, там, полумиллиона, больше полумиллиона рублей в среднем месяце на вас бизнес приносит. И, собственно, еще раз, да, я обращаю внимание, что у меня был опыт до этого. Так что, если вдруг вы приходите, у вас таких результатов нету, вы, ну, там, не начинаете бегать в панике по квартире, там, да что же я делаю не так? Все в порядке, просто идея очень простая, смотрите. Даже если вы очень талантливы и прикладываете массу усилий, на какие-то вещи просто требуется время. Если вы соберете вместе 9 беременных женщин, за месяц они не родят. То есть на какие-то вещи просто требуется время. Окей, но вот с тем, чтобы у вас этот бизнес развивался более, ну, как, стабильно, да, вот мы с вами поговорим о том, что нужно делать. Потому что, еще раз, вот есть навыки привлечения людей в бизнес, то есть звонить, проводить встречи и так далее, да, запускать людей в бизнес. Где мы эти навыки можем освоить, с помощью чего, откуда взять информацию? Десять шагов. Десять шагов, да, командный сайт, диск и так далее. Кто подписан на командную рассылку? Ага, отлично, прекрасно. То есть вы про командный сайт знаете. Ну так вот, но если вы будете делать, вот только приглашать людей в бизнес, очень профессионально, толпа людей, то сильно большого бизнеса вы не построите. Нужно делать кое-что еще. Итак, давайте с вами посмотрим несколько картинок. Возможно, он работает лучше, если его включить. Так, сейчас. Отлично, есть много. Итак, смотрите, еще раз, вот сейчас я говорю не про опыт в бизнесе, а именно сетевой, сетевой, у кого был опыт именно сетевого маркетинга. Поднимите руку, пожалуйста. Хорошо, у меня для вас есть новость. Сетевой маркетинг, он очень сильно изменился. Это профессия, она уже не такая, как она была там 5, 10, 15, 20 лет назад. И есть люди, которых до сих пор мозгами, вот еще в 20 веке. И вся их идея про построение бизнеса, она сводится вот к следующему, что нужно проводить много встреч, рисовать кружочки. Если я буду рисовать много кружочков, проводить много встреч, у меня будут подключаться люди, у меня будет успешный бизнес. Соответственно, модель построения бизнеса, это вот нужно нарисовать много кружочков. И в этом случае будет развиваться бизнес, вот как вы видите на картинке. Вы проводите встречи, люди подключаются, бизнес начинает расти, вот так вот, да, там вот вверх-вверх-вверх такая стиралька. Вы еще больше проводите встречи, люди еще подключаются, вы еще проводите больше встречи, люди еще подключаются, а потом наступает предел, дальше которого бизнес не растет, потому что вы как лидер на своем обаянии можете протащить не только очень ограниченное количество людей, и наступает предел, когда вы уже до всей команды не можете своим обаянием дотянуться, ну оставив в стороне вопрос, что у многих и с обаянием проблемы, то есть там вообще будут очень маленькие команды, но даже если вы такой очень классный товарищ, вы на своем обаянии сможете только какую-нибудь большую команду протащить, и соответственно вы проводили встреч, люди подключились, вы потом вроде как все делаете правильно, но оборот начинает падать, он упадет не до нуля, потому что в ЛР очень хорошие продукты, и люди все равно будут чем-то пользоваться, но тем не менее он будет падать, кстати говоря, вот немножко в сторону отойду сейчас, ну вот чтобы вы понимали на самом деле, как у нас классный инструмент есть, я вот до ЛР тоже занимался этим бизнесом, и там ситуация была такая, если ты вот ну как команду никак не поддерживаешь, ну то есть не занимаешься бизнесом, все рушится в ноль, просто в ноль, вообще, вот, в ЛР для меня был шок, что здесь вообще возможно, у меня есть люди в группе, которые пришли вот таких, ну давайте я про одного расскажу, он пришел в бизнес два с половиной года назад, то есть когда все только начиналось, и он где-то вот, ну побултыхался где-то недели две, за это время подключил, по-моему, двух человек, если я не ошибаюсь, не помню точно, и из бизнеса ушел, ну так пошло не так быстро развиваться все, как он ожидал, и у него там были какие-то квартиры, там проблемы, нужно было деньги срочные и так далее, и так далее, он перестал заниматься бизнесом, вот эти вот два с половиной года он к бизнесу ЛР не прикасался, вообще, он мне даже личный оборот там не делал, ничего не покупал для себя даже, не говорят уже про то, что карст-команда работать, как-то позвонить там, мотивировать, еще что-то, ноль, вообще ничего не делал, так вот, за эти два с половиной года у него ни разу не было нулевого оборота в команде, всегда кто-то что-то покупал, то есть, он командой не занимался, но кто-то что-то покупал, ну потому что классные продукты, я вам даже скажу, как сказать, ситуация не типична, но тем не менее, в последнее время оборот даже начал расти, то есть, он по-прежнему бизнесом не занимается, но вот он, если бы занимался, у него оборот уже в районе четырех тысяч баллов, четыре с половиной тысячи, то есть, даже на Volkswagen Polo у вас будет квалифицироваться, у нас уникальный бизнес в этом плане ЛР, то есть, даже если вы будете делать полную ерунду, в принципе, что-то у вас будет получаться, вот, но, соответственно, вот то, как будет происходить развитие в бизнесе, если вы будете только проводить встречи и только подключать людей в бизнес, будет рост на энтузиазме, потом, когда у вас батарейка перегорится, начнется постепенно падение оборота, ну, до какого-то уровня. Можно пользоваться более грамотной моделью, она следующая, выглядит это так, вы проводите встречи, это тоже важно в любом случае, затем вы людей привозите на крупные события, ближайшие события вам в Казань, то есть, соответственно, вы людей вывозите на события, ну, и, соответственно, таким образом группа будет более стабильна, будет рост. Ну, потому что именно на таких событиях, ну, то есть, как бизнес развивается вокруг ключевых людей. Если, вот, есть такие команды, вы знаете, у них даже неплохой оборот, возможно, вот в зале есть такие люди, у вас есть бизнес какой-то, у вас есть оборот какой-то, и вы в вашей команде единственный супергерой, вам только вот, как шапочки, трикои, плаща не хватает, вы все делаете, вы все знаете, вот, как проводить встречи, да, у вас таких партнеров нет ни одного. Так вот, собственно, как раз ключевые люди, другие супергерои в вашей команде, они появляются как раз на таких больших событиях, потому что именно на таких событиях люди принимают решения. Ну, да, это серьезно, ЛР, это серьезно, я готов этим заниматься. И вот, если вы будете проводить встречи и привозить людей на события, проводить встречи, привозить людей на события, и потом они будут включаться и привозить своих людей на события, в этом случае, естественно, рост будет более стабильный. Но есть еще такая турбодинамика. Это если вы еще используете не только раз в полгода события, которые проводит компания, но используйте еще, видите, билетики тут нарисованы. Используйте ежемесячные бизнес-дни. Ну, то есть у нас в Москве часть система построена, и каждый месяц здесь проходят мероприятия, бизнес-дни, такие как сегодня. Вот если вы будете проводить встречи, это важно, да, приглашать людей на бизнес-день, вот такой как сегодня, и потом всю толпу, которая к этому времени собралась за полгода, вывозить на события компании, то тогда у вас бизнес будет развиваться очень стремительно. То есть встречи, ежемесячные бизнес-дни и на большие события компании. Вы знаете, я вам хочу рассказать такую историю, ну, чтобы это как-то так запомнилось. Недавно слушал тренинг, и там, я туда не буду к вам ходить, потому что вот эта колонка, она этот микрофон не очень любит. Будет у нас тут жжж. Так вот, соответственно, один человек, который тренинг проводил, он уже не один миллион долларов заработал в судьбом маркетинге, и он рассказывал, как он начинал зарабатывать свои первые деньги в этой профессии. И он говорит, я приехал на большое событие, и на сцене выступали люди, которые зарабатывали бешеные, по моим меркам, деньги, там 70 тысяч долларов, 80 тысяч долларов, ну, то есть очень много в месяц. И в перерыве я подошел к человеку, который выступал на сцене, к одному из таких вот топ-лигеров, ну, просто постоять, послушать, так, подзарядиться, да, то есть, чего он там рассказывает, просто рядом потусить. И в какой-то момент набрался смелости, и все-таки спросил у вас, скажите, я вот только начинаю, в чем секрет успеха? И, ну, он говорит, что лидер, конечно, понимал, что, в принципе, кстати, тут секретных суперсекретов в их нету, да, но новичка же разочаровывать не хочется, поэтому какой-то секрет надо человеку рассказать. И он говорит, смотри, я тебе расскажу вот такую простую концепцию, да, вот, которая может твой бизнес очень сильно поменять. Вот посмотри сейчас зал, примерно тысяча человек здесь сидит, у нас большое мероприятие, да, и вот такие мероприятия в целом компания проводят примерно раз в полгода. И пройдет полгода, половины этого зала на мероприятия на следующем не будет, они уйдут. Они не обязательно прекратят заниматься бизнесом, они, может быть, даже будут продукт покупать, там, какие-то клиенты ли останутся. Но у них вот огонек погаснет, они перестанут быть движущей силой этого бизнеса, они перестанут быть активными дистрибьюторами. И вот половина зала не будет, половина будет с прошлого события, половина новеньких. То есть людей, может быть, будет столько же, может, даже больше будет, но из старых будет только половина. И вот эта вот половина в среднем будет зарабатывать в два раза больше, чем вторая половина. Пройдет еще полгода, и от этой вот половины, которая приехала на второе событие, еще половина отвалится. На третье приедет только четверть от тех, кто был на первом. И они будут в среднем зарабатывать в 4 раза больше, чем все остальные в зале. Ну, в среднем. Пройдет еще полгода, и компания будет проводить еще одно событие. И приедет уже только 1 восьмая. Потому что еще раз, да, люди, может быть, останутся в бизнесе, они, может быть, будут что-то делать даже чуть-чуть. Но они уже перестанут быть такими активными партнерами, такими активно действующими дистрибьюторами. И вот в среднем эти люди будут зарабатывать в 8 раз больше, чем все остальные в зале. То есть и каждый раз эти ситуации будут повторяться. Часть будет отваливаться партнеров, мы их, естественно, будем заменять на новых партнеров, это понятно. Будут приходить новые лидеры, для которых это будет второе, третье, четвертое событие. И, соответственно, всегда люди, которые посещают все события, они будут зарабатывать в среднем больше. Так вот, если ты хочешь в этом бизнесе преуспеть, твоя задача быть на каждом событии, и ты между этими событиями активно действуешь, чтобы с тобой на этом событии тоже были люди. Вот, соответственно, это что касается посещения мероприятий. И вот сейчас давайте с вами про Казани еще сегодня, я думаю, если будет время поговорить, это важно. Но сейчас давайте с вами поговорим про то, что вы делаете каждый день. Кто из вас проводит встречи с потенциальными партнерами? Ага, я понял. Часть людей все-таки занимается бизнесом в этом зале, волшебно. Это хорошо. Так вот, расскажите, какая у вас статистика в среднем? То есть, вот сколько человек говорят, да, я буду заниматься этим бизнесом? Один из 10. Один из 10, один из 40. Один из 38. Один из 38, точно. В смысле, было пока 38, и один стартовал, да? Да. Я понял. Хорошо, да. У меня, кстати, тоже, я вам скажу, когда я начинал 7 лет назад, у меня была, сначала у меня была фантастическая статистика в бизнесе. Один из одного. То есть, я расставал своей жене, а она стартовала. Но потом, жалкие лидические спортеры, всю статистику, и у меня была там сейчас встреча одного страна, фантастика. Вот. Фантастика. Да. Как вы понимаете, я круто проводил презентацию, в золотое время. Вот. Хорошо. Так, собственно, ну, если у вас один из 10 стартует, у вас все хорошо. То есть, все в порядке. Где-то 7 человек говорят, ну, да, нам изучить информацию, и вот двое говорят там наотрез, что это мне не нужно. Плавать. Ну, то есть, если вы очень плохо выглядите, и на встречах несете полную чушь, статистика может корректироваться. Вот. Имейте в виду это, да? Но в среднем постепенно она у вас вот к такому уровню приблизится. Может, даже будет лучше. Может быть, у вас будет один из трех говорить, давай, я с тобой, ты. Я ничего не понял, но ты классный, я с тобой буду строить бизнес. Есть такие примеры, реально. Это вы знаете, как одного бизнес-тренера как-то попросили, одна сетевая компания попросила дать, ну, оценку. Вот, послушать презентации, которые проводят дистрибьюторы, и вот как-то их подкорректировать. Понять, что хорошо, а что можно улучшить. И этот бизнес-тренер, он, вот, собственно, садился в службу презентации, а потом на выходе гостей отлавливал, и говорит, ну, как вам вообще в целом, чего скажете. И выяснилась такая штука, что 80% людей говорили, что мы ничего не поняли, вообще ничего из того, что нам рассказывали, мы не поняли вообще ничего. И поэтому мы стартовать не будем. 20% людей говорили, что мы тоже ничего не поняли, оставшиеся 20% нам рассказали. Но человек, который проводил презентацию, выглядел так уверенно, и я решил, так, я в хвост подцеплюсь, может что-нибудь и хорошее получится. Вот, так что, ну, не суть. В общем, если вы думаете, что после встречи с вами партнеры поняли, что такое бизнес-СЛР, это вы испытываете большие иллюзии. Кстати говоря, давайте опять же, чтобы немножко вам и поводреть было, и чтобы вы на самом деле поняли, какая сложная задача перед вами стоит, когда вы людей приглашаете в бизнес, и на самом деле, что они из этой встречи по итогам понимают. Давайте с вами проделаем небольшое упражнение. Вам сейчас надо будет повернуться к вашему соседу, справа-слева, неважно, ну, как найдете, можете в тройке объединиться, это будет не менее веселое упражнение. И вам нужно будет вашему соседу попытаться объяснить, а вот как это влюбиться, вот ощущение влюбленности, как это, словами объясните человеку соседу вашу. И долбануть молотком по башке, соответственно, будет кружиться голова, и ты начинаешь падать туда. Вот, пожалуйста, я влюбилась, да, простая технология. Пользуйтесь. Вот, это примерно то, что слухят ваши потенциальные партнеры, когда вы им рассказываете про бизнес-элэр, на самом деле. Вот. И хорошо еще, если на вас это делает видео, то, по крайней мере, сильных перекосов не будет. Если вы сами самодеятельностью занимаетесь, то тогда вот, бизнес-элэр, это стерео-очки, батон-клбасы и молоток. Вот. Хорошо, ладно. Итак, соответственно, вернемся к нашей статистике. Часть людей говорит вам, да, я ничего не понял, классный бизнес, давай делать. Часть говорит, мне надо подумать, то есть нам нужна информация дополнительная, еще не все я понял, и часть говорит, нет. Самый простой способ этим людям довести информацию, ну, то есть открыть картинку, это их пригласить на такое событие. И вот у меня к вам вопрос. Здесь билет нарисован, как видите, на картинке, да? Вот у нас есть три категории людей. Да, я подумал и нет. Вопрос, кому из этих людей надо предлагать билет на мероприятие? Я подумал, всем, да. То есть, действительно, билет нужно предлагать всем. И сейчас мы с вами как раз проговорим, как это сделать, чтобы вы знали, вот, у вас есть билеты, и что с ними делать, то есть как их предлагать людям. Соответственно, идея очень простая. Если человек говорит «да», что мы будем ему, как мы предложим вам билет? Что мы ему скажем? Он говорит «да, я буду строить бизнес». Это нужно обидеть. Это единственный вариант, да, за билетом. В принципе, человек говорит «да», то это, по сути, да, у нас будет событие такое, приходи, это поможет тебе быстро стартовать в бизнесе. Ты посетив это событие, гораздо быстрее начнешь получать результаты, чем не посетив. То есть, человеку, который говорит «да», все просто. Вот тебе билет у нас вот такого числа события, надо приходить. Это будет вы можете старт в бизнесе. Если человек говорит «я подумаю, как в этом случае будем продавать билет». Приходи, разберешься. Это как раз и есть возможность тебе разобраться. Да, мне нужно больше информации. И это нормально, то есть, действительно, большинству людей нужно больше информации. Это все в порядке. То есть, далеко не все будут стартовать с первого раза. Единица людей, кто у вас, после первого, с третьего стартовать. Это, ну как, долгосрочный процесс устраивания отношений. Если брать экстремальный, в случае, у меня есть партнер в бизнесе женщина. Мы с ней полтора года созванивались. То есть, я их позвонил в самом начале. Она сказала «нет, я каких-то других своих там проектов, там, дела». Ну ладно, хорошо, успехать. Созвонить еще несколько раз, еще несколько раз. За полгода, за полтора года созвонились где-то раз пять или семь, не помню точно. Вот, я звонил, узнал, как у нее дела, рассказал, как у меня дела. Ну, то есть, не было какого-то прессинга такого, давай-давай. Вот, ну, просто мы и общались. И вот, через полтора года она сказала «Ладно, все, мне надоело фигней заниматься, хочу к вам в команду, уже давай стартовать». Вот, то есть, это процесс. И действительно, человеку нужной информации больше, это нормально. Поэтому, то, что стоит сказать, в таком случае сказать «слушай, здорово, тебе нужна информация, я понимаю, я согласен». У нас будет мероприятие какого-то числа, там будут люди, в которых этот бизнес получается. Ты посмотришь, какие люди в зале, какие люди на сцене, там, да. Будут люди, у которых получается, рассказывать, что здесь надо делать. И я тебе предлагаю вот сейчас взять билет, он там стоит 500 рублей, в Москве такие цены. Взять билет, приди, разберись, стартуешь, не стартуешь, дело твое. Но, по крайней мере, разберись, чтобы потом все там локти не обгрызть. Как тебе такая мысль? В конце обязательно стоит закончить вопросом. То есть, вот будет мероприятие, там будут выступать люди, у которых этот бизнес получается. Билет стоит столько-то, приди, разберись. Стартуешь, не стартуешь, дело твое, но разберись. Вот. И сейчас давайте мы с вами потренируемся. Вам нужно будет, ну, по крайней мере, попробовать вспомнить то, что я сейчас шаблон рассказал вам, да. Вам нужно будет это потренировать на вашем партнере. То есть, сейчас вам нужно будет повернуться к вашему соседу и такую ситуацию разыграть. Прошла встреча, он посмотрел видео, или вы ему рассказали. Он говорит, я подумаю. И вот тут вам нужно ему предложить билет. Поехали. У кого из вас появилось немножечко больше уверенности, что вы сможете человеку предложить билет на встречу после этой практики? Едем. Ага, есть такие люди? Едем. И заметьте, вы с вами тренировались сколько? Две минуты? Да. Что будет, если вы тренируетесь хотя бы минут 20 с этим шаблоном? С массажем. Да, или хотя бы там пару часов. Угу. Или хотя бы это раз в десять попробуйте сделать вживую. У вас уверенности будет гораздо больше. Это очень важный момент. Хорошо. И если человек говорит нет, не стоит рассчитывать, что там что-то изменится, если он посетит событие. И не стоит рассчитывать, что он обязательно билет даже разделал. Но предложить имеет смысл. То есть сказать, что слушай, я понимаю твое решение, возможно, что-то я до тебя не донес, но у нас будет событие, приходи, там будут люди, которые хорошие деньги зарабатывают в этом бизнесе, приходи послушай, опять же там разберешься, по крайней мере. Может быть услышишь что-то, что от меня не услышал. Как тебе такая жизнь? То есть еще раз, с предложения всегда заканчивайте вопросом, чтобы человеку было на что отвечать, а разговор не подписал в воздухе. Окей, и вот что касается билетов, я человеку обычно, даже если у меня партнер стартует, я ему встречи не провожу, если у него на руках нет билета. Потому что иначе это будет, ну как, пустая дата времени. Окей, едем дальше. Соответственно, вот некая статистика, вот эта вот непонятная картинка, которую перед собой видите, это по сути ключ к успеху в нашем бизнесе. Вам нужно сделать тысячу звонков, не все придут на встречу, придет 300-400 человек, из них 80-100 скажут нет, вот которые справа видите там, да, это те, которые скажут нет, 60-70, вот чуть ниже там, да, это те, которые станут партнером, ну там в каждой пиаде может быть. И много людей слева, они вот скажут, мне нужно подумать. Так вот, если у вас в руках нет билета, и вам человек говорит, мне надо подумать, изучить информацию, что вы можете ему сказать? Иди, думай, давай, пока. Все, конец разговора, если у вас нет билета, вам нечего с большим счетом предложить там, да, никакого следующего, демонстрации бизнеса никакой масштабный, вы не сможете ему устроить. Соответственно, вы будете терять очень глупо большое количество людей, неплохих. То есть, соответственно, если у вас билет есть, то вот с этими людьми, которые уходят думать, вы можете им предложить билет, и через события, опять же, кто-то из них может стартовать. Тоже не все. То есть, не все, кто глядут на события, они стал партнерами ваших. Но в любом случае, они, по крайней мере, посмотришь, движух какая-то идет, много людей, машины. Потом начнут еще, глядишь, в городе натыкаться, на Хвоксваген, на Мерседесе. Москва, конечно, город большой, но все равно будут натыкаться. Машин, да, уже стало много. Как говорится, имейте в виду, ваши знакомые, даже если они не стартуют в бизнесе, как сказать, даже если у вас паранойя, это не значит, что зато. За вами не следят. За вами не следят, то есть за вами будут смотреть, и за вашим бизнесом, за наших с вами, за ИЛО будут смотреть. И, собственно, даже по смешному доходит, сегодня вот еду на события, проезжает рядом джип, открывает окно, так машет рукой, я тоже открываю окно. Он говорит, слушай, а Алоэ вера у тебя там в другом, что ли, в борту? Я говорю, нет, это Мерседес, на нем Алоэ нет, он на Хвоксваген. Он говорит, ааа, понятно. Вот, он тоже в партнер, он на события ехал. То есть, еще раз, даже если вы не знаете, что вот есть люди, которые ездят не на брендовых машинах, они следят за вами. Вот, и они тоже натыкаются на эти машины, и рано или поздно, кто-то может позвонить и сказать, слушай, видел Хвоксваген на улице уже в 18 раз, надо что-то менять. Я скажу еще раз про бизнес. Ну, короче, еще раз, тем, кто уходит думать, продаем билеты, и часть из них вот через события, через события тоже могут прийти вам в команду. Если вы не продаете билеты, вы теряете людей очень, очень много. Окей, да. И, соответственно, смотрите, вот тут немножко мы сейчас с вами коротко обсудим, вот, ну, про правильный настрой на встречу. Скажите, пожалуйста, вот, у кого из вас либо сейчас такое настроение, либо, по крайней мере, было в начале, что вот вы с человеком сидите, рассказываете про бизнес ЛР, и вот прям нужно его, чтобы он стартовал обязательно, убедить как-то. Да, хорошо. А остальные черта руки не понимают. Вот вы сидите с человеком, у вас какие были мысли в начале? Сейчас стартанет, сейчас, ну, вот тебе говорю, по-моему, сидит это проходит. Когда ты начинаешь, что не профессионал, ты тебе нужно убедить обязательно. Вот. И ты начинаешь на них там вот давить, уговаривать и так далее, и так далее. Делать этого не надо. То есть не стоит задача любой ценой всех людей затащить в бизнес. Потому что в отличие от традиционных продаж, если вы там машины, допустим, продаете, вы продали машину, все, все закончилось. Человек ушел с машины, вы оставались деньгами. Сделка завершена. Если мы говорим про наш бизнес, у нас со стартным бизнесом все только начинается. И если вы человеку кто-то затащили, то вам потом нужно будет дальше его тащить. Нужно, чтобы он продукцию покупал, на события ходил, обучался, еще выезжал куда-то. Казань, прошли, господи, брал. Астрофин брал. Вот. И так далее. То есть у нас фокус начинается. Поэтому не надо убеждать, доказывать и так далее. Задача просто человеку предложить билет. Продать ему билет. И, кстати, это для вас дополнительный фильтр. Потому что многие партнеры со встречи с кандидатами уходят в иллюзии. Что, о, вот у меня есть еще один заинтересованный. Он сказал, ему интересно. Он сейчас будет получать информацию, стартует в бизнесе. У меня таких уже 8 штук. И вы со встречи уходите, что у вас в голове такая картинка радужная, что сейчас они все стартанут, они все заинтересованы. На самом деле, к сожалению, с реальностью это имеет обычно мало общего. И вот билет это как раз дополнительный фильтр. Если человек, он говорит, да, мне так интересно, я спать чушать не могу, как мне интересно. ЛР, слушай, надо информацию изучить. Мне интересно вообще и очень. Но при этом, предлагаете ему билетом за 500 рублей, он говорит, я не могу купить его билетом, да, ну там чего-то, чего-то, да, там времени, денег, там, да, не знаю. Вот. Понятно, как ему интересно. Значит, пока вы можете в голове его перечеркнуть. То есть пока человек, но это не ваш будущий партнер. Это не значит, что он плохой какой-то. И не надо на него там вот вскакивать со стул и говорить, ага, ты сказал, тебе интересно, билет не купил, там, не надо. Вот. Ну просто в голове, то есть так, у вас внутренний человек так разводит руками, говорит, ну не судьба пока. Вот. Ты линейночки зачеркивает этого человека. Возможно, что-то изменится в современном, но если человек не покупает билет на события, ну на самом деле уровень его интереса не сильно высок, по большому счету. И не испытываете люди по этому поводу. Если у вас билета нет, то вы будете строить бизнес в иллюзиях. Если билет есть, у вас достаточно четкая картинка. Потому что, кстати говоря, вот даже если хочу вас билет покупает, если не все приходят на мероприятие, да? Вот. А что уж говорить те, кто говорит, да, мне интересно, я приду там на месте куплю. У кого были такие люди, вы пригласили, они сказали, что при льду они пришли. Кто руки не принимает, видимо, не приглашал никого. Я так понял. Окей. Итак, да, билет. Хорошо. Ну и, собственно, вот, как сказать, да, видите, как и картинка, в добрый путь, с граблями. Я, кстати, вот эту картинку только недавно сбежу, есть грабли. Да, это будет такой добрый путь. Ну, мы, собственно, в бизнес-строен тоже приходим. Вначале мы тут увидим вот эту табличку, а потом уже идем и выясняется. Ладно, хорошо, у меня в этом речь. Я про другое. Так, соответственно, еще раз, если вы проводите встречу без билетов, то вы теряете много людей. Мы это обсудили с вами на прошлой картинке, где вот эти воронки были. То есть вы теряете много хороших людей, на самом деле. Второе. Если вы не продаете билеты на встрече, а либо вообще не приглашаете, или вы просто устно приглашаете на события, то у вас людей на событиях не будет на вот этих вот. То есть и то, что они будут вам говорить, да, я приду, и не будут приходить. Если билет, ну хотя бы какая-то вероятность. Соответственно, если люди не посещают события, вот нет людей на события, человек рано или поздно его их бизнесу вышибет. Потому что мы с вами строим бизнес, к сожалению, в агрессивной среде. За пределами этого зала 95% людей заняты чем-то другим. У них другая модель в голове, другая программа. Там работа по найму, там школа, институт, работа, пенсия, кладбище. Нет, все. Вот, то есть у них другая программа. И, соответственно, там, вот когда мы подключаем партнера в бизнес, по сути, как если брать звездные войны, джедая, мы его отправляем одного рубиться с темной стороной силы, так дай силами зла. Вот, и если он не будет получать такую подпитку на события, во-первых, профессиональных навыков, то есть он не будет знать, что делать и как делать, во-вторых, чисто даже эмоционально, приходите на события, ну, здесь здесь снова, здесь хорошо, ты понимаешь, что много людей, которые тоже вот такие же, как я, ничего-то хотят менять, там, да, вот мне с ними комфортно. Здесь ты получаешь подпитку за пределами зала, вы будете постоянно сталкиваться с тем, что вам будут на мост так, каждый раз вы будете слышать от ваших знакомых, которые вас не поддерживают, я все время это рассказываю, то, что так и происходит. Может быть, ты не прав, 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 сколько был человек в прошлом месяце, может быть, ты не прав, может, ты не прав, может, ты не прав, а у меня была знакома, занималась чем-то подобным, ничего не заработала, может быть, ты не прав, может быть, ты не прав, может быть, ты не прав, И рано или поздно, если вы не будете в голову загружать информацию, которую он вас поддерживает в этом бизнесе, вам мозг вынесут. 100%. Вообще, вариантов нет. Просто вариантов нет. И вашим партнерам вынесут. То есть, идея-то была хорошая, начать бизнес, что-то в жизни поменять, денег заработать, машину от компании взять, с работы уволиться. Идея-то была хорошая, но в процессе окружающие вынесли мозг, потому что событий человек не посещает. И люди уходят из бизнеса. Если человек не посещает события, даже те, кто остаются в бизнесе каким-то чудом, ну продукт классный, еще что-то там, да, было много факторов, которые людей хорошо очень в бизнесе закрепляют, но они не знают, как строить бизнес, они очень неграмотные. В результате у вас есть команда, где есть один вы, супергерой, шапочка, трекол, плащ, лосины. И остальные не знают, что делать. Соответственно, какой вывод может сделать человек? Бизнес не работает. То есть, если вы не используете билеты, в конечном итоге вы придете вот к такому выводу. Бизнес с ЛР, там сетевой бизнес не работает. Этот вывод неверный. Бизнес работает. Просто вы не научились делать правильные вещи. Вы не освоили нужные навыки, в частности, навыки работать билетами, чтобы этот бизнес для вас заработал. Вот и все. Соответственно, вот давайте напоследок такую картинку рассмотрим. Потому что, знаете, все это, конечно, прекрасно. Там большие цели, кто хочет быть президентом? Я, там, да, весь зал поднимает руки в единый паралитет. Кто хочет в Порше? Я хочу в Порше. Но в основном такие большие картинки, они мало у кого в голове укладываются. Ну, то есть, давайте с вами поговорим о чем-то таком более земном. Ну, вот вы начинаете тут бизнес. Вы один. Кто сегодня сдали, вот так, без партнеров? Много таких людей. Вот это вы. Вы берете пять билетов и продаете здесь на встречу. Вам приходится на события следующие три гостя. Ну, три кандидата, условно говоря. Один из них стартует. То есть пять билетов продали, три человека пришло, один стартовал. На следующий месяц уже двое. Взяли пять билетов, оттого десять, шесть человек пришло, двое стартовали. Вас уже четверо, потом вас восемь и так далее, и так далее, и так далее. Через четыре месяца младший менеджер. То есть, ну, младший менеджер, может быть, не младший менеджер, но, по крайней мере, бизнес будет расти. И если таким образом вы будете двигаться, то через год у вас будет очень хорошее количество партнеров в команде. Да, вот так вот. Это ребенок просит, ну, научились вы, в конце концов, с билетами работать, елки-палки. Как бы вас еще достучаться. Вот, соответственно, вот то, к чему может привести навык освоенной работы с билетами. Ну, и, собственно, давайте с вами вот так вот, последний слайд, сколько билетов надо. Поднимите руки, пожалуйста, кто из вас хочет подключать 3-5 партнеров в месяц. И больше, да? Ну, больше, естественно, да. То есть, если подключаешь больше, это не значит, что ты, что-то с тобой не так, с тобой все так. Вот. Соответственно, для этого нужно проводить где-то 15-30 встреч в месяц. Ну, чтобы где-то каждый, там, пятый, каждый шестой, это, да, стартовал примерно, да, ну, каждый, можно, десятый. В этом случае, еще раз, не каждая встреча закончится продажей билетов, но на руках стоит иметь 5-10 билетов. Вот это означает заниматься бизнесом. Если вы хотите заниматься вл.р. бизнесом, зарабатывать деньги какие-то, а не просто тусоваться, вот план, 3-5 партнеров, 15-30 встреч на следующий месяц до следующего события, и 5-10 билетов для того, чтобы у вас эти встречи прошли эффективно. То есть, ну, 5 билетов — это некий минимум. И, соответственно, что касается следующего события. Оно у нас пройдет 23 ноября в Москве. И что еще интересно, у нас тут будет специальный гость. Как вы знаете, есть... Компания LR очень хорошо растет, стабильно. Но в пределах компании есть группы, которые растут быстрее остальных. Они растут быстрее компаний, они растут быстрее рынка. Они делают что-то, что позволяет им расти быстрее. И вот как раз Москву удалось пригласить девушку. Здесь написано, что она бронзовая лидер-организация. Сейчас она открылась серебро. Ну, то есть, все очень хорошо по доходу. Вот, Настя Матуринов. И вот она как раз относится к той группе, которая растут быстрее, чем компания в среднем. Это очень хороший, стабильный бизнес. Причем они это делают в очень небольшом городочке. Там Волок, Дочери, Парец. 300 тысяч населения в одном, 300 тысяч в другом. То есть, все хорошо. И вот у нас сейчас будет эта девушка. И, кстати говоря, на встречах эту рисовку стоит показывать. И рассказывает, что у нас приезжает человек с большим опытом, который каким-то образом умудряется строить бизнес быстрее, чем вся компания в среднем. И вот, собственно, Настя приезжает 23 ноября. Она будет специальным гостем в нашем бизнес-дне. Спасибо, лидер, что они смогли об этом договориться. И что касается билетов. Что нужно будет сделать? На пизерыве. Что? На пизерыве. Да, сейчас у нас будет с вами перерыв. И, как вы знаете, у тех, кто ходит уже какое-то время, вы знаете, что билеты обычно стоят 500 рублей. Но для тех людей, которые на событиях, мы всегда предлагаем специальные условия. Ну, потому что вы сегодня здесь, ну, логично поддерживать людей, которые делают что-то больше, чем остальные. Поэтому сегодня вы можете взять билеты не по 500 рублей, а по 300 рублей от 5 билетов. То есть, соответственно, полторы тысячи рублей, 5 билетов, и у вас будет вот как раз отличный инструмент, чтобы в следующий месяц провести очень эффективно. С завтрашнего дня цена уже поднимается, билет будет стоить 400 рублей. Что-то такое. Давайте к этому вернем. Это расшифровывает очень просто. Больше партнеров на следующем событии. Если вы на этом сфокусируетесь, то у вас будет очень хороший бизнес, он будет расти, если я говорю, не от месяца к месяцу, но, по крайней мере, от года к году. И вот если вы будете делать, по крайней мере, стремиться каждый месяц делать БПНСС, то в БЛР будет и доход, и команды, и автомобили, ну, и очень классный стиль жизни. Это абсолютно точно. Чего я вам и желаю. Спасибо. Перевык. Друзья, давайте мы продолжаем на тренинг. Спасибо.